Смотрите, как мужественные люди Туареги в Мали, что сотворили с Вагнером. Ну, там сразу периодически это происходит, на самом деле, и в Мали, и в ЦАР, там есть повстанцы, они, так сказать, периодически нападают и на базы, и на конвои, и на самом деле ничего удивительного, такое уже было. Там даже на базу в ЦАРе скинули бомбу на расположение ЧВК Вагнера, поэтому, на самом деле, там-то это будет продолжаться, это не остановится, там это, вообще, Африка, она вечно воюет. Ну, не будет там порядка, не будет там, не наведет его. Что русские делают в Африке, это группа Вагнер, что им там надо, везде им что-то надо. Ну, если уж мы об этом говорим, то, конечно, это постановка задачи, которые власть, Кремль, ставят перед спецслужбами, прежде всего, перед ними, они пытаются на новом континенте закрепиться, они пытаются иметь там непосредственное влияние, но другое, не такое, как было при Советском Союзе. Советский Союз все раздавал, понимаете, вот эти бешеные долги странно-народной демократии, развивающимся марксистским режимом и так далее, любым, самым людоедским. А сейчас по-другому, они приходят для того, чтобы что-то выкачать, сами стать колониалистами, понимаете, то есть превратить это в колонии, ну, не в буквальном смысле, а опосредованном. Мы оберегаем вашу власть, вы можете никуда не выбираться, оставаться вечно вот этим африканским режимом, а мы будем эксплуатировать ваши природные ресурсы. Это и бизнес, это и деньги, но это и в их понимании стратегия. На самом деле, если бы очень сильно Запад захотел, я вот живу во Франции, и Франция, главное, пострадавшая от этих всех проблем, там очень много чего она теряет, там они недополучают ресурсов, там выгоняют компании. 50 стран в Африке, и в 15 присутствует Москва, твердо присутствует, а собираются расширить свое присутствие. Вот, они могли бы это сделать, Запад в целом мог бы выгнать Москву из Африки, понимаете, у них есть эти возможности. Но там Китай еще хорошо присутствует. Китай не в военном путем, он все-таки больше экономические присутствия оказывает, я вот много бывал в Африке, я был не так уж очень давно в некоторых местах в Африке, я был на Рюнионе, я бывал в Кении, в Танзании, я бывал в ряде мест, я вам хочу сказать, что Китай везде скупкой занимается, понимаете. Он занимается, вот, например, в Кении они порты скупили и так далее, то есть они им покупают. Военного присутствия китайского нет, ну, там спецслужбы, там у них все, что занимается инвестициями, это спецслужбы китайские занимаются, но, тем не менее, военного нет участия. И это, в принципе, устраивает Запад. Ну, ради бога, пусть инвестируют в африканские страны, в конце концов, это и пользу принесет в целом для оздоровления ситуации в регионе. А Россия так не делает, она ничего не инвестирует, она, наоборот, выкачивает. Там нет инвестиций российских существ, нет, есть только выкачка, они инвестируют только в военный ресурс. Мы вам создаем условия, при которых мы помогаем вашей власти, а вы нам даете доступ к ресурсам. Они эксплуатируют население, они выкачивают ресурсы, совершенно различные. У Пригожина это очень хорошо получалось, потому что он сочетал все вместе, понимаете, бизнес, деньги, власть, войну. Ну, а у, значит, этих товарищей, у них, ну как, они только методом вот прибежал, взял, забрал, убежал. Спецслужбы, они же так работают. У них, кстати сказать, это очень большая иллюзия, думать, что выходцы из спецслужб такие талантливые бизнесмены. Никогда такого не было. Ну, редко, очень редко. Они всегда искали талантливых бизнесменов, чтобы взять их под крышу. Да, брали евреев, очкариков всяких. Вот вы работаете, а мы вам будем крышевать. Слушайте, вы два в одном, и евреи в очках. Вас не брали? Ну, я по другой части, да, я, значит, их всех судить, но вопрос же в том, что на самом деле без Пригожных они там не справятся. Вот я. Конечно. Они в какой-то момент зайдут просто в военные вопросы в тупик. Советский Союз тоже сильно присутствовал. Кубинцы были, Москва присутствовала. В Африке очень сильно. Вот в воюющих, особенно в странах, где марксистские режимы были, вот, они присутствовали очень сильно. Но они все посыпались. Уже они не могли эффективно наладить экономическую и другую жизнь. Вот и все. И я думаю, судьба постигнет без действительно взаимовыгодных отношений экономических, постигнет и российские присутствия, такая же судьба. Как только ослабнет Кремль, как только посыпется там, посыпятся все и, так сказать, колониальные их проекты. Вот, на мой взгляд, так. Вы знаете, я смотрю на выражение лица Путина, и по выражению его лица, если можно назвать это лицом, видно, отчетливо видно, что ситуация хреновенькая. Как вам кажется, его окружение, оно очень разное, но тем не менее. Они понимают, что ситуация рано или поздно, и, скорее всего, раньше, чем позже, выйдет из-под контроля. Смотрите, у них это понимание и было. Другое дело, что они себя сумели уговорить. Во-первых, страх действует, потому что любое отступление вот чем чревато. Вы знаете, ведь есть же такие, ну, более мелкого масштаба фигуры. Кибовский был. Ну, влиятельная фигура, министр фигуры правительства Москвы. Он был связан с группой Абрамовича, его туда поставили. Его сестра, Парк Горького, значит, он поставил. Ну, тоже вор, обычный жулик, но, понимаете как, и сейчас их берут, и они что-то там визжат. Вы знаете, я вот из своего помогаю, вы меня не сажайте. Ну, жулик жуликом. Я такие речи патриотические произношу. Да-да-да-да, что я нашим ребятам помогаю. Куда все, кого это волнует. Товарищ Сталин, произошла большая ошибка. Почему я это говорю? Конечно, они все борются за денежные знаки и за собственное спасение. Потому что понимают, что, ну, бегство на Запад чревато, значит, преследованием, чревато и на Западе могут выдать вообще сказать. А что ты туда приперся? Вали к своему Путину. То есть тут между молотом и наковальней. И они, честно говоря, не очень понимают, как себя вести. В душе, я уверен, нахер это все не нужно. Ни война, ни Украина. Не надо им, у них же хорошо все. А зачем она? У них и деньги, у них и положение, у них все. И тут вот нужно кричать о том, что я тут главный патриот, я там сам пойду в окопы и так далее. Хотя, конечно, никакие окопы они не пойдут. Вот. Они будут решать поаппаратному. Но, тем не менее, я хочу сказать, конечно, они несчастливы от этого. Понимают ли они, что это все накроется? Наверное, все-таки да. Но они боятся себе признаться в том, что это накрывание может и их накрыть окончательно. Потому что, ну, совершенно же непонятно, а что тогда делать? И ни туда, ни сюда. Ты оказываешься в положении, что ты и на Запад не смог убежать, и там рассказать о том, что против путинской политики. А такие есть. Кое-кто убежал. Мы таких знаем. Мы даже с некоторыми общаемся. Они сумели и доказать, и убедить, и что-то принесли в клюве и так далее. И какие-то деньги даже заплатили и помогли в Украине. Есть такие. Их немного. И смотрите, как самый хитрый, самый рыжий из них Чубайс, как он свалил вовремя. В частности. В частности. Он, кстати, миллиардер в долларах. У него гигантское. Да. Ну, просто дураки думают, что там, что он вот такой, типа, всего на рубль жил. Это не так. Ну, Чубайс... Простите, Марк Задорнов в свое время говорил, вот Чубайс, говорит, всю страну натянул на ваучер. Так надо фамилии политиков читать слева направо. И тогда многое справа налево. И тогда многое проясняется. Вот, говорит, Чубайс, прочитайте, с Ябуч, говорит, украл и... Что-то есть в этом. Но надо сказать, что Чубайс, он всегда поддерживал отношения с Западом. Он даже, когда поддерживал политику Путина, он наверняка ездил на запад и говорит, это я не по-настоящему, вы это учтите, это я вынужденно делаю и так далее. Поэтому он этот крючок забросил, он, например, близкий друг семьи Клинтонов, например. Так, для справки. Вот. Как еще пойдет там... Да, очень близкий друг и самого Билла Клинтона, и его супруги Хиллари. Близкие друзья. То есть они и перезваниваются, и там есть отношения достаточно тесные. И деньги там он пока возглавлял и Роснана, и РАОС там шли. Шли и на компании, и так далее. Это факт. Вот. Поэтому у него есть, кому за него заступиться. То есть он особенная фигура. Но, тем не менее, я хочу подчеркнуть, конечно и безусловно, все они несчастливы. Все они, остающиеся в Москве, отдают себе отчет, что это дорога в один конец. Вот. Но, типа, они себя уговаривают и оправдывают. А какой у меня выбор? Вот классический пример Фридмана. Он побыл тут, он побыл там. Он сейчас изображает, а вот я хотел, но мне не дали, и поэтому я вернулся. И теперь я преданный, значит, путинский олигарх и так далее. Но по существу своему, конечно, и безусловно, таких Фридманов много. И они будут ждать, пока это все накроется, для того, чтобы сказать, а я же вот-вот же, я же вот-вот же был. Меня-то не надо. Замороженные активы и все остальное он отдаст. Он их лишится. Но он попытается выскользнуть из этой ситуации путем вот очередного какого-то витка. Ну, скорее всего, это будет сейчас как с Израилем, с их еврейским происхождением. Я так думаю. Попытаться, значит, рассказать о бедном несчастном, значит, который вынужден был и так далее. Поэтому, наверное, они просто ждут. Сейчас они просто взяли на себя труд просто дождаться, пока либо Путин умрет, либо что-то случится, что изменит ситуацию кардинально. Вот и все. Вы сейчас задам уже напоследок этот вопрос. Вы понимаете, чувствуете, что в мире со стороны всех игроков, абсолютно всех, питает приближение развязки? То есть, отовсюду мы слышим, как у Остапа Бендера стоны, да? Надо заканчивать. Да, это есть. Да, это есть. Но это в разной степени понимание, как это сделать. Есть большая часть, это те, которые считают, ну, мы вот договоримся, мы вот проведем переговоры, на какой-то линии замрем и будем ждать, пока он сдохнет. Просто Путин сдохнет. Ну, вот мы дождемся. Мы вот и не таких переживали. Мы Сталина пережили. Чего уж мы Путина не переживем? Я думаю, какая-то большая часть, она все-таки такая. То они понимают это зло и считают, что, ну, этому злу просто надо исчерпаться. Есть та часть, которая говорит, послушайте, мы не исчерпаемся, потому что на самом деле только частью этого зла является Москва, Путинская и Кремль. А есть еще набирающая силу Китай, а есть еще разного рода сателлиты. А вот Иран, который достигает в своей программе успехов, возможно, обзаведется бомбой, это Северная Корея и так далее. То есть мы одной Москвой всех проблем не исчерпаем. Это не как падение коммунизма, как было, когда, да, пропал Советский Союз, пропала Советская Система, коммунистическая идеология, и все закончилось. То есть мы встретимся с продолжением этого всего в большем масштабе вызову цивилизационного из Азии, прежде всего из Китая, полуторамиллиардного, который наверняка претендует на соперничество и господство. Но дело в том, что у Москвы меньше всех шансов, у Китая шансы гигантские, потому что он может очень долго существовать за счет своего масштаба, за счет своей развитой уже экономики и каких-то резервов, которые накоплены за эти десятилетия. У Москвы этих резервов нет. Москва будет рассыпаться дальше. Но, знаете, это вдохновит. Если вот начнется процесс распада, то западный мир вдохновится этим. Он как бы увидит в этом шанс и скажет, что мы и с Китаем справимся. Раз уж с Москвой справимся, то и с Китаем справимся. Вот эта часть, она меньше, но которая рассуждает именно так. А там диверсификации разные. Там некоторые говорят, вот надо Москву оторвать от Китая. Это бессмысленные разговоры, я считаю. А какая-то часть говорит, да какая нам разница. Сегодня Москва, потом Китай, потом еще кто-то. Я думаю, что все ждут, напряженно ждут, что что-то должно произойти. Как ружье, висящее на сцене, оно должно выстрелить. Потому что совершенно непонятно, как это может продолжаться дальше вот в таком виде. Потому что нужно воспринимать ситуацию с Украиной правильно. Единственный возможный подход. Не как региональную, локальную и так далее. А как именно глобальное противостояние. Те силы, которые это понимают, они, так сказать, может быть мало что могут сделать, но они это распространят понимание среди остальных. Вот, в частности, в отношении Трампа тоже. Что это не просто там где-то в Европе они все время что-то воюют, а мы на острове так хорошо себя чувствуем, и все время должны вовлекаться во все это выяснение отношений, все эти древки. Но раз Помпео есть, значит, точно есть кому объяснить, что нет, так не работает, шарик маленький. Тут не получится так, что дать Москве победить Украину, и потом говорить, а что же они дальше-то идут, а что же они не останавливаются. Он же вроде говорит, что он Украину удовлетворится. И поэтому, на самом деле, я думаю, что это меньшая часть сумеет внушить остальное, что этим не закончится. Поэтому нужно предпринимать агрессивные ответные действия. По-другому не получится. Развязку в этом году вы видите? В этом нет. Из-за того, что выборы оттягивают ее. Это уже ноябрь, там, следующий год. Оттягивают конец. Конец оттягивают. Поэтому на следующий год, скорее всего, в этом году вряд ли.